Здравствуйте, друзья! Письмецо такое большое, ведь я еще подсократил. Меня зовут Иван, 29 лет, из Красноярска. Есть жена, 30, 8 лет вместе, 5 в браке, ребенок, год 3 месяца, высшее экономическое образование, по специальности не работал, а работал в продаже. Жена закончила медицинский, работает цитологом, то есть она как бы не лечит, а так вот исследованием занимается. Поэтому, на мой взгляд, у нас есть единственный шанс остаться в США, политика. Хорошо. Есть примерно 27-30 тысяч долларов плюс 10 тысяч на машину, из которых больше половины, из 27-30, видимо, уйдет на то, чтобы просто легализоваться. Плюс еще первые полгода надо жить на что-то, пока нет разрешения на работу. Понятно, что я буду работать нелегально, но у меня есть ребенок и жена, которые первое время точно не будут работать. Которые... Ага. Ни ребенок, ни жена работать не будут. А я на свои 10-12 долларов в час не смогу всех содержать. Так. Теоретически выбрали, штат Техас. Так как там есть знакомые, которые хоть советом, но готовы помочь. Ну и по налогам и страховкам. Там более лояльная политика. Говорю сейчас про Хьюстон. Нет английского языка. Можно, конечно, на пальцах что-то объяснить, но он точно ниже интермидит. Ждать, пока выучим язык в России, а потом уезжать. Глупо, на мой взгляд. Пока готовимся, пройдет какое-то количество месяцев, за которые мы базовые знания сможем приобрести. Нет профессии. Для того, чтобы я мог работать в продажах, мне нужен язык. Я должен пожить, понять менталитет, понять техники продаж в США. На все это нужно очень много времени. А работать надо с первого дня. Я готов быть гибким, устроиться на стройку, мувером, в общепит, на какие-то сайленс позиции поначалу и учить язык. Но, как я уже сказал, жена с ребенком есть и нужно их кормить, и чтобы было нормальное жилье. Супруга со своим дипломом без языка тоже не сможет работать. Надо переучиваться по профессии, учить язык, сдавать экзамены на английском, которые на русском-то давались тяжело. Она уверена, что не сможет выучиться на врача или даже медсестру, так как специальность у нее очень узкая, знаний медицинских нет. Это огромное количество времени и денег на учебу. Или, может быть, она может бесплатно учиться на медсестру, допустим. Да, она может пойти так же, как и я, за детишками смотреть. Но куда деть своего? Ведь сиделка будет забирать больше, чем она будет зарабатывать. Можно, конечно, своего ребенка водить туда, где с чужими сидишь или наоборот, но не факт. И какие перспективы тогда у нее? Вместо того, чтобы как-то учиться или двигаться в направлении медицины, она сидит целыми днями с чужими детьми за копейки и не остается времени на реализацию себя. Чтобы более-менее выживать нашей семье из трех человек в Хьюстоне, мы считали, нужно ориентировочно три тысячи долларов. И это без каких-либо форс-мажоров. При 160-часовой рабочей неделе это выходит 20-22 доллара в час, на что я даже не могу рассчитывать в начале пути. Плюс я не могу понять, сколько будет уходить на ребенка и страховки по здоровью для нас и ребенка в нашем возрасте. Вот такая, значит, это, друзья, беда у людей. Ну, давайте будем разбираться. Да, друзья, читал я этот самый вопрос. Я его внимательно прочитал только сейчас. То есть до этого я так пробежал. Значит, постоянно, вот пока я это все читал, у меня возникало такое ощущение, откуда они это взяли? Вот откуда, откуда такое взялось? Ну, вот, например, для того, чтобы выживать там в городе Хьюстоне, им нужно три тысячи в месяц. Я думаю, я ничего не знаю про город Хьюстон, ну, совсем ничего, ну, практически ничего. Но вот если бы, допустим, он выживал вот тут у нас, скажем, в Mountain View, там, который подороже, чем в Sunnyvale, вот в Sunnyvale, а вот там немножко дальше, Mountain View, там наш офис рядом. В Mountain View живет много наших студентов. И вот в Mountain View, ванн-бедром, скромно, не выпендриваясь, ну, нормально. Стоит, ну, там, хорошо, тысяча восемьсот в месяц. Я подозреваю, что в Хьюстоне, вот, там, наверное, есть ребята, которые нас из Хьюстона смотрят. Вот, или кто-то там не поленится, пойдет там на Крэкслист поищет. Я подозреваю, что в Хьюстоне вот это тысяча восемьсот легко превратится просто в восемьсот, или в крайнем случае в тысячу. Так бы я сказал. Но, даже если бы он выживал не в Хьюстоне, а вот тут Mountain View, и платил бы тысяча восемьсот за жилье, и плюс, там, не знаю, электричество, там, интернет, все дела, ну, хорошо, было бы не тысяча восемьсот, а две тысячи. Оставшиеся третьи тысячи ему хватило бы с избытком, ну, просто у него бы еще осталось немножко там, наверное, ну, сколько он-то может пропитаться там втроем, я даже не знаю, ну, 500 долларов, кем надо быть вообще. Вот, поэтому, чего это такое, три тысячи? Выкладок нет никаких, они как-то там посчитали, ну, посчитали. Но если сам создал себе проблему, то сам и будешь в ней сидеть. Значит, три тысячи в месяц наличкой, это очень приличные деньги абсолютно в любом месте Соединенных Штатов, даже в таком дорогом, как, например, Кремниевая долина. На три тысячи в месяц можно иметь квартиру, питание, плюс машина у него отдельно, ну, там, страховку заплатить за машину, там, и так далее. Страховка медицинская, это отдельный разговор, здесь нету, но в этом расчете, ну, вообще-то, это все, это не такие маленькие деньги. Теперь, тут путается сразу несколько вопросов. Значит, вопрос, к чему она стремится и где она вынырнет, там, через сколько-то лет, этот вопрос замешан вместе с вопросом о том, как выживать первые несколько месяцев. Но это же вопросы несовместимые, они не имеют друг с другом ничего общего. Да хоть что делай. Вот я первые там несколько месяцев в магазине вышибал и стоял, и чего, у меня что, отвалилось что-то? Или я голодал за это время? Поэтому, никакой связи-то нет. С детьми посидеть? Ну, посиди с детьми, что такое-то? Ну, молодая девочка, там, тридцатник, что такое, она посидит с детьми немножко. Значит, разрешат ли ему брать своего ребенка туда, где она сидит с чужим? Ну, к себе бери. Ну, полно народа, вот они сидят дома со своим ребенком, еще двоих берут и сидят, пока мама с папой на работе. Вот, вот действительно проблема. И вот уже из этого проблему делают. Есть, например, садики, и ты едешь в этот, работаешь в садике, и твой ребенок там бесплатно находит. Пожалуйста, так можно еще зарплату получать. Так тоже можно. Меня немножко смущает Хьюстон отсутствием, ну, не отсутствием, возможным отсутствием такой насыщенной русской жизни. Почему это важно? Потому что, если он по-английски не говорит, она по-английски не говорит, он говорит, я на стройку пойду, или мувером. А к кому ты пойдешь на стройку? К мексиканцам? Ты не поймешь ни слова. К американцам тоже может не... Ну, сложно. Ну, к русским. Вопрос. В Хьюстоне так много русских, что там и русские муверы есть. В Хьюстоне так много русских, что там и русские строители есть. И у них есть возможность работать. Вот этой части я не знаю. То есть я понимаю, что вот у нас тут можно. Я понимаю, что в Сакраменто можно, в Нью-Йорке можно, в Лос-Анджелесе можно. В Хьюстон, ну вот не знаю ничего. Вот пусть товарищи, которые там у них с советом готовы помочь, пусть они им помогут с советом. Но если эти товарищи им наговорили, что меньше трех тысяч самым там не прожить, то я думаю, что может быть с кем-то еще поговорить. Потому что есть люди, которые знают, как прожить наполовину этой суммы. В общем-то так можно, но подозреваю так. А если там в Хьюстоне так дорого, как вот в Кремниевой долине, может туда не ехать. Дальше там много-много было таких мест, что я вот... Да, то, что у него с собой 27-30 тысяч, половина этих денег не уйдет на адаптацию, на легализацию. Значит, на легализацию нужно... Ну хорошо, ну пусть десятку с услугами адвоката там, ну пусть десятка у него уйдет. Ну десятка это не половина от 30 тысяч. Дальше что там, ну я так буду немножко посматривать. 10-12 долларов в час он будет получать. Почему 10-12, я не знаю. Есть люди, которые гораздо больше получают на стройке, например. Люди могут больше получать. Опять, зависит, что ты умеешь на стройке. И если ты просто мусор выносишь, то у тебя может просто не быть 160 часов в неделю, чтобы мусор выносить. Вот может оказаться, что это только половина от 160, а может и того меньше. Вот, если ты умеешь что-то такое делать, более-менее на стройке, это уже лучше намного, и деньгами больше, и так далее. Кроме того, допустим, ему там не сильно хватает денег. Значит, ему нужно 6 месяцев продержаться, там 7-8 месяцев продержаться. Ну хорошо, из своих там этих 30 тысяч, ну добавляй там по 500 долларов, если тебе не хватает. Хотя, конечно, лучше, если бы хватало, но добавляй по 500 долларов. У тебя же там есть какие-то средства тоже. Нет английского языка. Так, вот тут начинается ждать, пока подучишь дома язык, ехать. Или уже на место приехать и вот, значит, тут разучивать. Он говорит, так я уже лучше на месте разучу. Ну правильно, но от этого же все вопросы с тем, что ты можешь делать, что ты не можешь работать тут, не можешь работать там. Это же все завязано. То есть сначала принимается решение, что я английский буду учить в Америке, а потом возникает проблема, надо же как-то жить тут, ребенок. Нет профессии. Ну нет профессии, относительно нет. Но есть люди, которые живут, выполняя какую-то относительно простую работу. На самом деле, если он едет в какое-то место, где, скажем, достаточно много русскоязычной публики, он может в русском магазине, например, работать тоже. Если там есть русские магазины. Я знаю, люди работают в русских магазинах, на складах там и так далее. Вот, хорошим сейлс-персоном, может быть, он станет там со временем, но я лично не знаю, хорошо ли зарабатывает сейлс-персон, который просто в магазине там где-то. Понимаете, если он продает там какую-то дорогую технику, я не знаю, там комбайны, например, или оборудование там для скважин нефтяных, это один разговор. А если он так вот просто в магазине, так там и не заработаешь особо. Ну так, так. Может, не стоило в Америку-то ради этого такого ехать. Супруга с дипломом без языка тоже не сможет работать. Безусловно, не сможет без языка. Но, ну может с детками сидеть, не вопрос. Теперь, значит, она уверена, уверена, что не сможет выучиться на врача и даже на медсестру. На врача не знаю, хотя в 30 лет можно на кого хочешь выучиться. Ну, допустим, но на медсестру-то, это что ж такое? Это же полным-полно народу, которые приехали, никогда не были медиками. Ну, вообще никогда не были медиками. И выучились на медсестру и пошли. И если уж так с деньгами, значит, они идут сначала, там есть коротенькие курсы, там не знаю, там двух-трехмесячные. После этого идут на какую-то первую там базовую работу. И дальше продолжают учиться, там лицензироваться, сертифицироваться и так далее. Это путь, которым прошло столько народу, которые намного старше, которые ничуть не лучше говорят по-английски, которые никогда не были медиками. И она уверена, что она не сможет стать медсестрой? Ё-моё! А с чего вы уверены? Где вы набрались этого всего? Я поражаюсь, кто вам это всё говорит? С чего вдруг вы так решили? Ну, правда, вот я читаю, я думаю, ну, может быть, не надо тогда. Ну, что же это так вот-то? Из-за чего переезжают люди? Живут себе, он работает в продажах, она работает цитологом, всё у них хорошо, денег накопили каких-то. И вот на тебе сейчас куда-то поедут, тогда вопрос, а ради чего всё? Ну, цитологом не сможет, может быть, и сможет, пройдёт несколько лет, заговорит по-английски, что такого вообще? Какие вообще у неё перспективы, если она целый день сидит там с чужими детьми? Перспективы у неё такие, что вы начнёте зарабатывать, и у неё появится больше времени там на развитие собственной карьеры. Я думаю, такая перспектива. Она же не одна с ребёнком уехала-то, она же с мужем. Вот и потихонечку будет, значит, двигаться. В 30 лет можно куда хочешь двигаться. Без форс-мажоров. Форс-мажоры, конечно, тяжёлая ситуация, но, как ни странно, с форс-мажорами проще, потому что включается сразу система поддержки, защиты государственная. Там вот ребёнок, вот, и там много чего. Поэтому у человека, у которого нет денег, у него никто не возьмёт денег. Ему скажут, ну, а как же, ну, тут надо. Ну, ладно, говорит, заходи, обслужит. Денег нет. Ну, нет, значит, нет. Иди. Поэтому на улице никто не умирает, там ничего такого не происходит. Конечно, можно перепугаться, можно там всё, что угодно. Люди могут чудить по-разному. Но в целом система как бы достаточная. Да, там ещё замечательная фраза была про выбрали Техас. Я тоже удивился. Теоретически выбрали штат Техас, так как там есть знакомые. Знакомые, я понял. Ну, и по налогам, и страховкам, тем более лояльная политика. Но вот это я просто офигеваю. Вот просто офигеваю. Откуда такое в голову кому-то могло прийти? Какие ему налоги? Какие страховки? Самый незастрахованный штат, с точки зрения Health and Children, здоровья, самый незастрахованный штат, это Техас, там четверть населения, страховки не имеет. Что там по страховкам такое? Я понять не могу. Что такое в Техасе по страховкам? Кто вам это сказал? Если вы будете так относиться к информационной подготовке, иммиграции и так далее, я даже не знаю, что сказать. Сложно комментировать. Ну, нельзя же вот так, ну, вот, буквально, вот, каждый раз что-то сказать и мимо, сказать и мимо, сказать и мимо. Есть масса народа, которые очень точно вам скажут и про это, и про это, и про то. Я не знаю, это что, друзья вот эти вот из Техаса, это они так? Ой, ё-моё. В общем, народ, вы уже взрослые, у вас ребенок есть, правильно? Значит, ну, осваиваете информационное поле, там, слава богу, много чего наворочено. Вот Хьюстон, так Хьюстон, у меня лично против Хьюстона никаких нет предубеждений. Но большой город, там все, работа, наверное, много. Но, ну, подготовьтесь как-то. То есть, вы можете, допустим, вы можете не подготовиться особо с точки зрения английского, английский быстро не освоить. Но, может, вы какую-нибудь профессию строительную подхватите, может, вы там плиточку научитесь класть. Я не знаю, может быть, плиточку научиться класть тоже время занимает, серьезно. Я не знаю, никогда не клау плитку. Но, может быть, вы чему-то такому научитесь, чтобы потом прийти, там, и вас бы на работу куда-нибудь взяли. И чтобы у вас было больше часов на стройке, и больше платили бы в час на стройке. Может быть, так. Ну, ну, или вы можете подготовиться, например, там, имея больше денег, сказать. Я там на месте буду, у меня резерв есть, буду там на месте смотреть, там, а резерв есть, деньги есть. Можно так. Но когда у тебя денег мало, профессии нет, английского нет, и ты еще сам не знаешь, куда едешь, зачем, и что там на месте происходит, ну, да-да, а как тогда, я не знаю. Должна быть критическая масса для успешного процесса. Должна быть критическая масса, позволяющая успешно его начать пройти, там, и так далее. Вот. И всегда чего-то не хватает. Я, по-моему, рассказывал, но вот Харлампиев Анатолий Аркадьевич, создатель борьбы самбо, я у него занимался, пацаном. И вот он такую мысль интересную высказал однажды. Он говорит, человек никогда не является, не находится в идеальном состоянии физическом. Ну, он просто про спортсменов говорил. И рассчитывать на то, что ты станешь чемпионом, при условии, вот, у тебя все идеально, ты никогда не станешь чемпионом. То есть надо планку выше ставить. И он рассказывал случай, как он там демонстрацию самбо делал в конце 30-х годов перед руководством Красной Армии. И неудачно там сальто сделал, руку сломал. Он ее засунул за пояс, руку, и одной рукой продолжал, значит, схватку. Поэтому, я к чему говорю? Нет идеальных условий, понимаете? Надо исходить из того, что всякий человек находится вне идеальных условий. Что-то у него, да не то. Что есть, нормально. Но должна быть критическая масса, понимаете? Критическая масса. Можно сломать руку и там за пояс ее, понимаете? Но когда у тебя две ноги сломаны, например, ты уже не можешь стоять. И к чему я рассказываю? Должна быть критическая масса. Вот на этом надо сосредоточиться. Если гнать от себя эту критическую массу, если завысить, сколько тебе нужно денег на жилье, на питание там и так далее. Если сказать, на медсестру я не выучусь. Все выучились, все, кто хотел, выучились. А у нее недостаточно медицинских знаний, она не помнит. Понимаете, она не помнит. У нее высшее медицинское образование, но она уже не помнит ничего. Она не сможет выучиться. Что же ждет ее? О, проблема. Значит, даже не знаю. В общем, короче, господа. Вот мое видение такое, я как в том анекдоте, что Матильда, я офигеваю. Вот, значит, возвращайтесь на почву этого реализма. Не соцреализма, а кап реализма. Вот, и действуйте эффективно в понятных и, в общем-то, относительно несложных правилах, которые к этому ко всему относятся. Не бой к горшке обжигают, ничего там такого нет, чтобы там вам не разобраться, не понять там и так далее. Ну, потихоньку. Счастливо.